Это было сложно, холодно и масштабно. Минус 30? Не. Ребята, вы умрёте. Всегда хотел построить парк, который до этого никто не делал. Какой-нибудь необычный, в необычном месте. Пришла идея сделать скейт-парк из-за льда. Долго думали, как это реализовать. И с Костей придумали, что можно добавить песок. И всё получится. Ну, в принципе, сама идея кататься в минус 20, минус 30 абсурдно. Я привык к пальмам, к солнцу. И тут такое, я такой, блин, ну... Я даже не знаю, сможем ли мы, получится ли у нас. Всё своё катание я мечтал о каком-либо подобном проекте. Ждал, ждал этого момента. Я совершенно не понимал, какие трюки я смогу сделать в такой температуре, на таком покрытии. Но я очень боялся, что мои мышцы не позволят мне сделать трюки. Что моё тело будет просто каменное, и я не смогу ничего. Все горели этой идеей и прикладывали им максимальное усилие для того, чтобы всё получилось. Площадка построена из песка и воды. И она реально большая. Она очень большая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Для меня это был прям реально челлендж. Каждый раз, когда ты делаешь трюк, у тебя просто эйфория. Это каждый раз, как будто какой-то World Cross поставил, то, чего никогда не было поставлено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА